Господа, Антонио здесь. Быстро ответьте на вопрос, как часто за день вам лгут? Правильный ответ я раскрою немного позже. Это видео основано на исследованиях доктора Геральда. Какое краткое имя. Но недавно он опубликовал информацию по этому поводу. Я был поражен, как много раз за неделю нам лгут. Конечно, это приблизительное число. Если вы тот, кто общается со множеством людей, число будет выше. А кто ни с кем не разговаривает, довольно мало. Но смысл в том, что за неделю вас обманывают. В этом видео я дам вам три совета, лучше и точнее определять, если кто-то вам лжет. В большинстве случаев шансов у нас 50 на 50 заметить это. Как подбросить монетку? Человек лжет или нет? Господа, с этими тремя советами вы сможете, так сказать, повысить возможность до 90%. И если вы хотите больше информации, как всегда в статье вот здесь, вы найдете больше деталей. Также дам несколько рекомендаций. И снова, там вы найдете намного больше деталей, которые вы сможете применить в своей жизни. Первая ступень, чтобы научиться понимать, что кто-то лжет. Установите базовый уровень. Что я имею в виду? Базовый уровень – это просто как человек обычно себя ведет при обычном разговоре, а также, когда он взволнован. Вам нужно понаблюдать за человеком, за его физиологическими реакциями просто в обычном разговоре. Посмотрите на его лицо, голову, как движется, на направление торса, на ноги. Наблюдайте за всеми движениями тела, когда он просто разговаривает. Так как я. Использует ли он свои руки, кивает ли головой, когда он с вами согласен. Будьте наблюдательны. Обращайте внимание на язык тела, и тогда вы запомните реакцию этого человека в норме. Кроме того, обращайте внимание на тон его голоса, на слова-паразиты, ну, это, как бы. Слышали ли вы раньше от него? Так вы создадите точку опоры. Тогда задавайте вопрос человеку, подбейте его на эмоции, спросите про любимую команду, про политику. Обращайте внимание, что поменялось. Что ж, но этот навык нужно развивать, практиковаться. Можно на хорошем друге, но также будьте аккуратны, на ком практикуетесь. Не нужно говорить, что вы делаете. Вот я тренировался на своей жене. Это может занять несколько часов, возможно, вам нужно делать заметки. Снова, больше деталей я изложил в статье. Главное, что вы должны собрать всю эту информацию, чтобы было от чего отталкиваться. Второй шаг. Научитесь замечать отклонения от базового уровня и быть способным идентифицировать кластеры. Итак, теперь поговорим об отклонениях от нормы. Вы знаете, когда человек нормально разговаривает, смотрит на вас, использует ваши руки, обращен к вам лицом или нет. У вас есть все эти материалы. Когда начнете с ним разговаривать, посмотрите, может он перестал что-то делать и почему. Что вы сказали, какой вопрос спросили. В любом случае, вдруг он повернется, изменит направление стоп, почему вдруг скрестил руки, почему он начал трогать себя. Это не является одиночным сигналом. Возможно, он хочет чего-то избежать или скрыть что-то. Обычно эти движения и называют кластерами. И вот что я имею в виду. Определите сочетание двух-трех движений. И это очень важно, чтобы вы довольно точно определили базовый уровень. Так как в противном случае вы не сможете четко идентифицировать эти движения. Итак, некоторые из общих индикаторов, которые могут использовать лжецы. Несоответствие эмоций на лице и что они говорят. Опять же, моя жена, которую время от времени я спрашиваю. «Сладенькая, ты не против, если я поработаю сегодня допоздна?» Она скажет «нет», но, глядя на ее лицо, ты понимаешь. Но я не могу назвать это ложью в полной мере. Это белая, маленькая ложь. Она хочет быть поддержкой в моем бизнесе. Но при этом она думает «Эй, тебе нужно быть дома со мной и детьми». Вот что является лучшим индикатором в моем случае. К тому же, вам нужно наблюдать за тем, совпадают ли кивательные движения головы в момент согласия с вами. Они могут отрицательно кивать, но при этом сказать «да». Это не применительно к каждому, например, в Болгарии. Может, вы понимаете, о чем я говорю. Напишите об этом в комментариях. Это также зависит от культуры. Наблюдайте за малыми движениями. Может, он дотрагивается до своего носа, ушей, лица. Смотрите, где находятся руки. И снова, это отличается от основного уровня. Может, они себя почесывают, пощипывают. Женщины могут трогать свои волосы. Мужчины играют со своими ногтями. Таким образом, мы пытаемся себя успокоить, потому что мы не уверены в том, что говорим. Посмотрите на асимметричные движения. Они естественны. Если вы в чем-то не уверены, можно пожать плечами вот так. Если человек сделал так хоть раз, значит, он задумался. Вот почему асимметричные движения могут быть разоблачительными. Наконец, отмечайте паузу перед ответом. Если они обычно держат паузу, снова обратитесь к первому пункту. Но если обычно они отвечают достаточно быстро, но по некоторым причинам они начинают держать паузу, накидывать слова-паразиты, это может быть красный флаг. Наконец, перейдем к третьей части. Копайте глубже. Если вы заметили некоторые кластеры, отличие от обычного поведения, теперь вам нужно задать вопрос. Насколько это важно? Ладно, вам лгут 200 раз на дню. Вот сколько. Вы сняли в исследовании. Так что вам нужно научиться определять, к сожалению, в том числе, это тот, кто вам близок, кого вы любите. Вам нужно это заметить и выбрать свою стратегию. Если вы собрались выиграть бой, вам нужно следовать трем вещам. Пытайтесь, и вы сможете это распознать и копать глубже. Первое. Задавайте открытые вопросы. Вы можете спросить, где он был. Человек будет рассказывать историю, а вы попутно задавайте открытые вопросы. Зачастую человек, выдумавший эту историю, будет путаться. Второе, что вы можете сделать, попросите начать рассказать середину истории. И он задержался, и на обеде, и опоздал на 30 минут. Так что случилось? Третье. Задайте неожиданный вопрос. Когда кто-то будет рассказывать, как он пообедал и выехал, остановите его и спросите, чем ты обедал? Или ты ел красное, или зеленое яблоко? Это заставит его выйти из колеи, и таким образом вы копаете глубже. Как я уже говорил, вы не можете быть уверенными на 100%. И в конце этого дня, господа, вы сможете принимать более обдуманные решения в ваших делах. Вспоминайте все советы, копайте глубже, потому что наука — это великая вещь, и по многим причинам это может быть нелегко. Но вам нужно научиться распознавать ложь, когда это действительно важно. Ладно, друзья, снова. Если вы хотите знать больше, переходите на статью. Вдобавок, если вам интересен такого рода материал, научно обоснованный материал об имидже, выступлениях, вам будет интересна моя персональная система обучения. Мы запустили ее снова. Мы собираем каждый месяц класс. Мы обсуждаем не только одежду, но еще и личные навыки. Этикет, презентации, язык тела — все, что вы можете использовать, чтобы стать лучше. На этом все, друзья. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Пока. Субтитры подогнал «Симон» — Субтитры подогнал «Симон» — Субтитры подогнал «Симон» — Продолжение следует...